После швейцарско-нордического товарища, ни на что, ни на кого не похожий, даже не похожий на самого себя, мы переходим к тому, кого я вообще не знаю. Правда, я и про него говорил, что я его не знал, а оказалось, что я там что-то видел. Но я думаю, что сегодняшних пауков я вообще никогда не видел. Но, во-первых, мне интересны эти пауки сегодняшние, что там будет за сатанизм такой смачно-серилистичный, гротескно-романтичный, как мне кажется, я не знаю. Но мне интересно, интригует. А во-вторых, мне уже не терпится перейти к следующему нашему художничку. Вот его-то я знаю и люблю. Ну давай про сегодняшнюю. Ну да, следующий через неделю. А сегодня, как и Пауэль Клея, художник другой, ну вы его имя видите у вас в названиях и в картинке видео. При этом можно очень много, конечно, параллелей находить с Пауэлем. За исключением, наверное, самого главного одно. Я про Клея говорил, что это художник второго, может быть, даже третьего порядка. Такой, может быть, факультативного изучения, да, то есть необязательного. При этом сегодняшний наш Ридон, это художник точно не третьего, второго, а может быть, даже и первого порядка. И сегодня вы, я думаю, убедитесь в этом, что действительно его масштаб личности довольно крупный. Это один из первых в мире символистов. И один из немногих, который получил сейчас, по крайней мере, такую известность, что входит в круги самых таких почитаемых в этом течении художественном. Это так же, как и Клея, но даже еще в большей степени обладатель характерного стиля. Ну, с Клеей там вообще сложно, потому что он очень-очень-очень разный, но что-то общее, конечно, можно найти. Вот та же самая инфантильность в его работах. Если ты видишь, что это ни на какого художника известного не похоже, то это, скорее всего, Клея. Вот, так его можно найти. С Ридоном история другая, потому что здесь мы обнаружим, мы узнаем по работам этого автора. Причем, даже, наверное, у него не один стиль, а целых два, которые связаны с тем, что он вдруг в один момент своей жизни кардинально поменялся. И это тоже мы, естественно, сегодня увидим, потому что в живописной философии мы, как обычно, и биографии изучаем, и картины, естественно. И что-то такое делаем, выводящее, результирующее все это уже в плоскости, немножко искусствоведческой, немножко философской. В любом случае, это будет несложно, потому что две звезды, которые вы видите на обложке, это не то, как мы оцениваем автора, а то, как мы оцениваем сложность происходящего. Но это не то, как мы оцениваем обложку, потому что наши обложки все краше. Вот ты, мастер Петр, пока что не видишь обложку, я ее уже видел, она прямо удалась, удалась. Мне кажется, что в самом завершении, мне кажется, что, друзья, когда вы увидите однажды наш выпуск «Живописная философия» Тамара Северина, то имейте в виду, что наш цикл закончился, и мы отдаем должное мастеру, который вырос в своем художественном исполнении, в своем художественном уровне вырос на наших обложках, очевидно. И мы будем рассказывать биографию автора этих обложек и на них смотреть. То есть, фактически, мы пойдем просто по обложкам, да? Это будет наш завершительный такой финал, который окинет взглядом, таким как бы прощальным взглядом весь цикл. Да. Итак, Аделон Ридон – один из примеров, когда масштаб и глубина живописного творчества сильно не дотягивает до его популярности. Таких примеров, может быть, совсем мало, и вот один из них. Причем и тогда, и сейчас. Аделон или как ее назвали? Понял. До популярности не дотягивает? В каком смысле? Может, я не так услышал? Ну, короче говоря, сильно недооцененный автор, как мне кажется. Оцененный, а мне показалось, ты сказал наоборот. Нет, нет. Ни в коем случае. Ладно, начнем. Да, Бертран Ридон, так его звали при рождении, и по сути, я так понимаю, что по паспорту он был Бертраном. А как он стал Аделоном, я, конечно, расскажу чуть позднее. Появился на свет 20 апреля 1840 года. Блин, когда зовут Бертран Ридон, это прямо накладывает, да? Такого аристократизма, рыцарства какого-то французского на тебя. Да, и еще целых 8 букв начальных совпадает с известным философом Бертраном Расселом. Это не философом. Блин, я тут сейчас буду как в анекдоте. Знаешь анекдот про гражданского летчика и военного летчика? Так, давай, рассказывай. Когда на медосмотр приходит сначала гражданский летчик, у него на спине синяк. А ему говорят... А, и один за другим гражданские летчики приходят, а у них на спине синяк. А что у вас там такое профессиональное? Говорит, ну да, я домой иду, взял какую-нибудь детальку с собой, хоп, в мешочки закинул и принес, а там на черме-то его сдал. Военный летчик приходит, у каждого синяк вот здесь. Они говорят, странно, а гражданского летчика вот так. Он говорит, это он летчик, это я летчик, я летчик. Так вот. Какой Бертран Рассел, ты смеешься, что ли? Ну, писатель. Да, писатель, логик. Ну, логика, а что, не раздел философии, что ли? Здесь можно долго спорить, логики недостаточно для философии, но логика необходима для философии. Вот так. Ну, на смежности математики и философии пусть будет логика. Да, да, да. На бортах, так сказать. Да, а если бы мы в первый год живописной философии, она уже второй год идет, брали Аделона Ридона, то рассказывали бы про него в конце апреля, да, выходил бы этот ролик, но мы этого не сделали, потому что у нас был Уильям Тернер. Вот это уже мастер, который однозначно в первых рядах и один из наших любимых с мастером ЦИ, если вдруг не видели, посмотрите. Это как выбирать, Бертран Рассел или Гегель? Ну, не знаю даже из кого выбрать, да, кто настоящий философ? Да, да, примерно так, хотя, опять же, мы сейчас еще сильно недооцениваем то, что имел в виду и то, что рисовал и писал. Он и так, и так делал наш сегодняшний Аделон. Сороковой год – это год, который произвел на свет очень много мастеров. Ну, одногодкой Ридона являлся ведущий, знаменитейший импрессионист Клод Моне. На год раньше появился на свет Поль Сезанн, на год позже Ренуар. Это все импрессионисты или постимпрессионисты. Да, в русской живописи мы знаем художника Прянишникова, который тоже 40-го года, но он, естественно, передвижник, по праву рождения, как бы, все они были там. Что-то знакомо Прянишников, и как-то я не могу... У него там крестные ходы, всякие там русские толпы народа. Ты 100% его видел. Ну, может быть, художник тоже не первого, а второго порядка. Но, тем не менее... Ну, да, такие... Картины-фоточки. Да, и Маковский, например, тоже почти ровесник, он 39-го года. В 40-м году еще в истории живописи по поводу разных личностей произошло событие смерти Каспара Давида Фридриха. То есть мы понимаем сейчас, что середина или почти середина 19-го века, точнее, мы это и раньше знали, но мы вспоминаем, что это окончание эпохи романтизма в живописи. И пока еще время реализма, но появляются на свет, рождаются уже художники, которые заложат новую революцию в изобразительном искусстве, которые станут импрессионистами. Или, если мы говорим про Россию, они станут новыми реалистами, которые назовутся товариществом передвижных художественных выставок. А что происходит в мире в 1840-м году? Это начало первой опиумной войны англичан с Китаем. Кроме того, в Великобритании была выпущена первая почтовая марка. Там же основана первая в мире круизная компания в том же 40-м году, Q-Nard Line. В науке этот год знаменит тем, что вышел труд Лобачевского, а не Евклидовой геометрии, который признают только через 30 лет, но, тем не менее, именно в 40-м он был опубликован. И в этой всей атмосфере Ридон у своих родителей становится вторым ребенком. И появляется на свет он в Бордо. Бордо – это город во Франции. Сейчас, по-моему, то ли четвертый, то ли пятый по численности жителей. 250 тысяч там. Ну, а в то время примерно 100 проживало. Причем его зачали еще на территории Соединенных Штатов Америки. Или тогда они, наверное, были еще не соединенные, а разъединенные. И так получилось, что его отец находился долгое время в Новом Орлеане, поехал туда, как водилось, на заработки. Причем, по некоторым данным, он занимался работорговлей в Луизиане. И на этом очень сильно разбогател. В какой-то момент он познакомился с креолкой. Ну, креолы, знаете, кто такие? Начерцы. Квартиру. Креолки обычно имеются в виду очень широкий перечень всяких языков и народностей. Ну, типа, это смесь европейца с местным назелением, там, либо Америки, либо Океании, да? А, то есть там негроидное нету, да, крови? Они бывают, креолы темными, бывают светлые. Мы по фотографии, по автопортрету Ридона видим, что, скорее всего, у него темных не было, темнокожих. Все равно для нормальных англосаксов они недочеловеки. Да, но мы тут про Франко-Сакса. По поводу работорговли, это ничего страшного. Да, понятно, да, для тех лет. Ты знаешь, да, что Робинзон Круза был работорговцем. Помнишь это? Теперь знаю, не помню. Он пишет о себе, я торговец с живым товаром. Живой силой, как сейчас говорят, про военные действия. Ну, да. Да, и, значит, отец у него, ставший богачом француз, где-то примерно за 10 лет он так вот совершил чудесное превращение со своим состоянием. А мать у него кариолка. Бордо и, соответственно, мать беременная на вот этом огромном, тогда, не знаю, как они назывались, пароходы, наверное, да? Или теплоходы, ехала, плыла, ходила на обратно на родину своего мужа. И вот там буквально на какой-то там первый, по-моему, или даже второй месяц появился на свет Ридон. Бордо – это юго-запад Франции, столица области, которая называется Аквитании. То есть это рядом с Англией, да, по-моему? А, юго-запад? Это ближе к Испании, там страна Басков находится на северо-востоке. Странно, а он, наверное, рядом с морем. Я помню, что Робердо… Бордо – портовый город. Робердо – портовый город. Бордо скрывался, оттуда в Англию перешел, в 14 веке. Ну, ладно. Ну, вот, да, это портовый город, хотя известен он в первую очередь, ну, по крайней мере, в таких шаблонных всяких знаниях, да, тем, что там в этом регионе занимаются виноделием и есть вино, которое так и называется Бордо. А еще там есть университет, у которого договор с Кубанским государственным университетом, и они друг другу шлют на стажировку на полгода студентов. Ух ты! У меня однокурсница, она туда на стажировку ездила. Это родина Монтескьо, например, а еще более, наверное, важно, что именно в Бордо появилась та самая партия жерандистов, которая активное участие приняла во второй французской революции. Там были монтаньяры и жерандисты, две противоборствующих палаты, как бы сейчас сказали, в французском сенате. Бордо усеян площадями в стиле классицизма 18 века, и за счет этого почти весь центр этого города находится в списке ЮНЕСКО. То есть это такой город-музей, что-то вроде нашего Санкт-Петербурга. Адилон — это довольно просто образованное имя, потому что его мать звали Одиль. И Адилон — это типа как Одилин, то есть Одилин — сыночек. Это уменьшительно-ласкательное наименование, прикрепилось к нему в ранние годы жизни, и так он с ним и не смог расстаться. То есть эдакий маминкин сынок у нас получается сегодня. Да, и его мать, кстати, вышла замуж всего в 14 лет, и, как бы ты сейчас сказал, это тоже нормально для тех лет. То, что такая большая, соответственно, отцу было не 14, далеко не 14. Но тут вы видите как? Ты гуглишь, как выглядит Бордо? Нет. А стоит? Там любопыт. Сейчас загуглю. Но случилось с ним, с его здоровьем, какая-то сложная вещь. По разным версиям у него была то ли эпилепсия, то ли он просто был очень слабым ребенком, который вызывал неприятные ощущения при взгляде на него. И поэтому, может, физиологически как-то был недоразвит. И что его не захотели родители содержать у себя в доме, потому что у них гости, потому что, мало ли, вдруг кто-то увидит, что у них такая беда. И отправили его к дяде в семейное поместье в пригороде Бордо, где он проживал с няней до аж 11 лет. Бордо выглядит очень красиво, на удивление, я не ожидал. Это реально очень-очень красивый город. И университет потрясающе красивый. И известно, что его детство, это известно по его дневникам, и еще иначе, что его детство проходило в такой довольно несчастливой, одинокой атмосфере. То есть он почти не гулял, не играл с другими детьми. Он часто сидел дома ввиду какой-то своей болезни. И это наложило на него очень суровый отпечаток. Причем с самых юных лет он уже страдал тревогой. У него бывали депрессии. И это было доминирующим в его характере, пожалуй, на всю жизнь. И отсюда же мы получаем его, особенно первые периоды творчества. То есть все дело в том, что он был маменькиным сынком? Да, при этом маменькин сынок, который живет с дядей и с няней, от которого мама отказалась до аж 11 лет. Тогда он маменькин... Дяденькин сынок или няненькин сынок. В таком особенном смысле. Тогда он, получается, не маменькин сынок. Не маменькин сынок, да. Вот так. Да, но если вы понимаете, о чем я. Как там нижнее подчеркивание, не нижнее подчеркивание. Или в скобках маменькина, а снаружи не. Рисовал он с малых лет. И в 10 лет уже получил премию в школе по рисованию. Ну, а перейдя к родителям в дом, он продолжил это увлечение. То есть, с 51-го года он еще и поступил в школу. Может быть, с этим связан был его переезд обратно, потому что в этом пригороде негде было обучаться. И с 55-го года, с 15-ти лет уже у него первый есть наставник в изобразительном искусстве. Романтист, акварелист, который, можно сказать, и сделал из него человека, который заинтересовался всерьез искусством и не отступал от этого пути на протяжении всей жизни. Дело в том, что Аделон, как мы уже поняли, был очень зажатый, забитый, такой загнанный мальчуган, который самовыражаться, естественно, боялся. А учитель его, как понятно по дневникам Ридона, прям-таки безмерно, чересчурно хвалил. И говорил, что он настоящий художник, он будущий мастер, и обязательно ему нужно это себе развивать. И помимо этого, этот дядечка еще был, видимо, очень большим гуманистом. Это и так понятно, да, потому что я сейчас отметил. Но дело в том, что он был в Бордо еще и популяризатором искусства, по сути, потому что он привозил картины всяких французских художников, которые тогда считались передовыми. Это, естественно, реалисты в основном или поздние романтисты, типа Жанна Франсуа Миле или Камиля Куро, ну и Делакруа тоже туда хаживал. И, соответственно, у молодых художников Бордо и у общественности Бордо мог воспитаться довольно красивый, довольно хороший эстетический вкус. И у Ридона, скорее всего, именно тогда заложилось понимание того, что такое настоящее искусство, потому что наверняка его учитель не мог так же написать, но он мог показать, на что следует ориентироваться. Но преграды со стороны семьи тут вновь появляются, потому что его отец богат, как я сказал, да, и художники, естественно, это не самая высокооплачиваемая, не самая почитаемая профессия, даже во Франции, где они в XIX веке были, наверное, наиболее удачные из всех стран в мире по заработку, ну, по востребованности точно, по заработку не уверен. Ну, дальше, потом-то уже в Америке более богатые они стали, но это уже 20 лет. Совсем не скоро. В общем, он сказал, ты у нас творческий, если давай тогда изучай архитектуру. Вот будешь архитектором, там заработаешь много, всегда что-то строится. Короче, и у меня и связи есть, и будет все в шоколаде. Ты же творческий, а у меня есть близкие. Да, и в 17 лет так он идет поступать в Парижскую школу изящных искусств на курс архитектуры. Его отец поступил как настоящий работорговец. Да, да, да. Но из раба можно сделать подчиненного себе. Из раба можно сделать баснописец. Баснописец-то кто был? Зоб, он же был умный культурный раб. А, точно. Да, ну из раба проще всего сделать какого-то подчиненного себе, да, но сделать господина довольно трудно. А архитектор это все-таки в определенном смысле господин. Раба можно принудить быть господином. Но это не будет господином. Под полеткой. Будь господином. Да, вот поэтому вступительный в Парижскую школу изящных искусств Ридон провалил. И отец тут, наверное, понял, что из него ничего не выйдет в архитектурном деле. Но еще какие-то попытки он наставлял направить своего сына в это направление. Но мы видим, что среда его совсем другая затягивает. Потому что он к художникам тяготеет. Ну, то есть к живописцам, к граверам. Начинает с ними выставляться. С братом старшим посещает кружок интеллектуалов. Это интеллектуалы тоже не архитекторы будущие. Но в основном кто? Поэты и художники в первую очередь. Ну, в меньшей степени какие-нибудь там, допустим, театральные артисты. Ну, а так это молодежь, которая еще ничего не добилась. И, конечно, которая больше протестует, нежели чем склонна к развитию по каким-то таким лекалам успешного гражданина. И вот в это время уже можно на что-то посмотреть и увидеть. Тверская претенцизиозная молодежь, антиработоргованная, французская. Ну да, мальчики-мажоры. Да, да. Первое, что я нашел, вы сейчас видите на ваших экранах. Что-то очень приятно. Да, естественно, мы ничего не можем пока сказать. Просто вот знаем, что он был в самом начале таким. Но ему здесь уже аж 21 год. И, судя по всему, он это даже несколько позднее написал, потому что после неудачной попытки поступления в Парижскую школу изящных искусств, он в среде художников знакомится с гравером, ныне практически неизвестным, но уже бывшим протосимволистом эдаким. То есть до символизма он был человеком, который некоторые черты этого живописного течения в своем деле использовал. И, по сути, так как Ридон в последующем станет в первую очередь символистом, он еще и повлиял очень сильно на Ридона, определил его в художественном течении. Хотя еще такого слова символистам вообще не знали, а количество работ, которые сейчас приписываются к этому живописному направлению, но оно близится к нулю. И из альбома «Страна Басков» мы понимаем, что, видимо, он совершал путешествие в соседнюю область, граничащую с Францией. Этот альбом не издавался, по крайней мере при жизни Ридона, это еще такие его молодежные рисунки. Можете найти еще в интернете, но они ничего особенного в себе не содержат. А первое, довольно проработанное, вы видите сейчас на экране. Доре! Ну да, есть что-то вот этого французского, как сейчас говорят, романтика, хотя он, наверное, по своему характеру Доре больше символист. Да, все кого поймешь, Доре. Ну, наверное, символист. Ему здесь, Ридону, аж 25 лет, а только сейчас мы видим что-то такое, ну, довольно емкое, трудное. Трудная работа. После вот того самого гравера-прото-символиста в 64-м году он начинает заниматься у Жана Леона Жерома. Это художник, которого мы тут совсем недавно вспоминали на Томасе Иккенсе. Или Эйкенсе. Он был учителем у него. Жером был у Иккенса учителем. Ну, а, конечно, известен он не этим, в первую очередь, а просто потому, что был ведущим таким экспоприатором в области академической живописи, как преподаватель и как такой чиновник, и, конечно, как исполнитель. Картин, который позднее стал ассоциироваться с салонной живописью. Ну, эдакий красивостный, красочный ориенталист. Не всегда ориенталист, но, в общем, такой художник, который может научить писать реалистично, правдоподобно, захватывающе, прям-таки открыточно. И многие через него проходили, но далеко не всем удавалось родить в этом всем собственный почерк. Вот как раз Ридону было очень трудно обучаться у Жерома, потому что Жером требовал, чтобы делали именно так, как он считает по канонам академизма. А Ридон уже с малых лет был как-то слишком самостоятелен, и Жером сильно раздражался, подходил к его мольберту, вносил какие-то правки. И, в конце концов, конечно, ничего в этом союзе учителя и ученика путного не вышло. А вот, скорее, удачным было обучение у реалиста, тоже звездного, Анри Фонтен Латура. Наверняка тоже для некоторых из наших зрителей это имя знакомо. Это был литограф. То есть, возможно, что этот брод как раз под его чутким присмотром исполнил. Исполнил. Ну, литография, да, это разновидность графики. Это литография, да, у нас сейчас? Думаю, да. Ну, что-то мы здесь можем заметить и в Масле, я так понимаю, это оно. Похоже. А что это такое? Крестоносцы какие-то? Не пойму, что это. Да, крестоносцы у моря. Ну, вот, Жиром такое очень любил, но он, естественно, бы все прописал тут для мельчайших деталей. И пафос этой картины был бы умножен раза в три в четыре. А Фонтен Латура, внимание, влияние скорее вот здесь. Чувствуется, хотя изображен другой учитель Ридона, у него, как вы поняли, было очень много. Это Рудольф Бриден в профиль. Но он ныне, конечно, менее известен, чем выше названный. Ну, дальше в 60-х начинается цветение общественной жизни Франции, культурного бомонда и не всегда бомонда, в связи с тем, что появляются новые стили, новые, я бы даже сказал, страстные увеличения у писателей, у поэтов, которые так или иначе связаны с декадансом, да, с символизмом. Тоже, ну, в начале там, по сути, были работы скорее символистские, а потом уже вполне декадентские. И первый из таких, или один из первых, это был Шарль Бодлер. Естественно, вы его знаете, да? Это был такой символист-меланхолик, декадент, который своими работами заразил прям не только читателей, не только своих собратьев по Перу, да, но и вообще практически всякого человека, который занимался творчеством. И Эридон тоже попадает под его влияние. И вообще, в целом, да, вся Франция меняется. Из Франции академической она превращается вот в эту уже, как бы, как это сказать... Слежь. Ну, такую, я бы сказал, что все-таки, скорее, томящуюся, такую жаждущую перемен, да, такую изнывающую от благосостояния, которым уже стало слишком скучно, что они уже принялись за саморазрушение, да, за поиски, ну, если мы будем говорить про символизм, то это скорее поиски прошлого, да, в котором можно найти какие-то прочные основы, да, потому что современность их не дает. И, соответственно, у Эридона схожие переживания наверняка тоже были. И из 65... Такие поиски путей изобретения, да? Поиск чего? Путей для изобретения. Для изобретения? Угу. Вот я смотрю на эту картину, на вот эту вот работу, портрет. Это ведь портрет изобретения. Вот посмотри, как он сделан, да, как прорисованы крылья носа, как прорисована века, как фон сделан, борода. Это же сплошное изобретение. Изобретение какого-то такого вот, ну, как сказать, актуального подхода, что ли, что-то такое здесь ощущается. Чисто новаторское изобретение. Я думаю, что вся Франция была такая на тот момент. Действительно, и Бодлиер. То есть они искали, где взять вот этот вот инструмент, чтобы изобрести. Ну да, еще Поль Верлен помним такого. Вот мы помним, но забыли, что там с ним было. Ну, кто же. Ты причем уже говорил о нем. К той же Ватаге относится. Ну и вообще чуть-чуть подождать еще, да, и уже наступят 70-е, когда пойдут импрессионистские выставки. Ну вот, когда изобретение уже случится. Да. А тут все еще происходит томление, страдания. Но Ридон еще молодой, как мастер, да, он поэтому еще не совсем успел на своих работах это ярко выразить. Но мы сейчас увидим это скоро. Это просто госпиталь какой-то. Здесь мы видим пейзаж почти академический, но тоже выполненный в технике гравюр либо литографии. И с 65-го года он активно работает углем, потом занимается черно-белой литографией. И мы сейчас увидим листы, которые он называл нуарами. Ух ты! Или чернотами. Но для этого нам надо чуть-чуть посмотреть еще его упражнения и в живописи в том числе. Натюрморты, которые его очень выручат в более поздние периоды жизни. Я расскажу как. Это он в 27 лет. Вот какой. Меланхоличный. Хмурый, но в то же время какой-то очень... То есть такой, может быть, меланхоличный, но в то же время очень организованный, да, очень твердый, как кажется, по взгляду. Это Богородица. Что-то очень из Леонардо да Винчи, да? Ну да, у нее будто бы лицо. Какого-то. А у Леонардо же много этого лица, где? И даже Иоанн Креститель у него с этим лицом. Ну да. Мы же его смотрели. Собственно, вот он. Ну да. Голова Иоанна Крестителя, да? Угу. А здесь на заднем плане, посмотрите, тоже что-то происходит. Я не пойму, там человечки какие-то. Что там такое? Ну как будто бы человек снят из креста. А, действительно. Или даже лежащий на кресте. Распятый, но лежащий на кресте. Это типа в волосах Иоанна Крестителя уже угадывает за будущий мессия. Видимо, да. Ну, тут что-то оголтело символистское, оголтело, не знаю какое, академистское. Ну да, вроде бы женщина с протянутой рукой, как бы непонятно кто, да, но мы видим, что здесь стаи птиц сходятся в одну точку над ней, здесь облака как бы закручиваются к центру, да, то есть к линии, на которой расположена эта девушка. Что собой что-то может означать, да, символизм, это в первую очередь искусство, которое все время знаки расставляет. Символизм это такой, вот как ты рассказывал про маньеризм, да, вот так закручена рука, вот так выкручено туловище. Вот он, он похожий как-то, да, вот смотришь и думаешь, ну избыточно, ну куда так много, ну мы поняли уже, ну можно хотя бы птицы над ней кружиться не будет, ну как-то через... Да, но если в маньеризме, в искусстве, которое было как бы на костях, да, высокого возрождения основано, там начало-то в чем? В том, чтобы сделать красиво, но без привязки как раз к смыслам. Просто извернуто, повернуто, вытянуто, просто потому что так эффектнее смотрится, такая пластика будет изящной. Да, а здесь все-таки ее тянущаяся рука, ее поза, они что-то должны означать, если это произведение символистское, конечно. Какой-то призыв, да, к чему-то. Ну это можно намекать на то, что это не обычная женщина, а какая-то определенная из мифологии или из христианства. Ну вот даже руку там куда-то тянет. Какое-то событие, это событие что-то может... Какой-то месседж у этой бабы. Означать, что-то намекать. В отличие от этого. Это нуар? Ну еще, наверное, нет, потому что там будет ряд схожих работ, которые точно нуары. А вот здесь уже не символизм вообще, да, и скорее как раз романтическое произведение, потому что здесь пейзаж такой довольно пышный, с маленьким количеством людей, которые... Точно, люди. Да, которые ну так изображены, без всяких знаков, без всяких намеков, подтекстов, которые просто в этой природе как бы существуют, как-то ее через себя пропускают, да, и в этом есть какое-то такое настроение мечтательное. Все равно тут есть, понимаешь, тут все равно есть какое-то, ну, какое-то сообщение. То есть эти люди маленькие в этом всем, их надо еще найти, рассмотреть. Все равно тут есть какая-то вот, ну не знаю, какой-то нарратив. Ну, у романтизма тоже же есть сообщение и нарратив. Да, 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 романтическое сообщение какое-то. У классического романтизма. Хотя иногда символизм называют вообще неоромантизмом. Поэтому тут путаница, она даже обоснована. Цветы в вазе. Маки и ромашки. Сейчас осыпятся. Маки же быстро осыпятся, когда их стоишь. Да, и вот Роланд Франсивале, вот это скорее уже... Роланд, это неистов Роланд. Это когда с Карлом Великим ехали, и Роланд настолько по-идиотски себя вел, что, к счастью, погибли. Это просто ужасно читать. Это вот сейчас он погибнет? Ну, скоро уже Мавры обступят его и всего истекают его. А он что, говорил, я сам пойду, а вы сами? Он там, значит, со своей дружиной прикрывал, и дружина сражается с Маврами в узком ущелье. И говорят, ну что, труби в свой рог. Он говорит, ну, еще не время. Опять сражается. Они говорят, ну, труби в свой рог, чтобы Карл развернулся и у всех убил. Он говорит, еще не время. И вот в конце, когда все уже погибли, и Роланд израненный, он начинает трубить в рог. А там уже по Францию, через Пиренеи, они уже во Францию перешли, как раз из страны Басков, эти, Карл. И он слышит, он говорит, о, горе мне, это Роланд трубит, мы не успеем. Вот такая история. Вот. Но по, судя по истории, не по вот этой вот басне, а по истории, их как раз Баски уничтожили потом. И, собственно, скорее всего, Роланд постоянно трубил, а Карл делал вид, что не слышит, потому что Роланд там достал просто всех. То есть он ехал в Ариергарде, понятно, да, в конце замыкал и прикрывал. Мы досмотрели папку «Ранняя робость», которая аж 29-ю годами заканчивается его, а тут все еще непонятно что, все какое-то разное, да, и не очень красивое. «Ранняя робость», «Ран роб», не знаю, как это, как-то хочется что-то из этого сделать, неологизм какой-то. «Ранняя робость». «Раннероб». «Раннероб», точно, точно, вот это смачно, «раннероб». «Раннероб». Да, ну, его медлительность, его нерешительность объясняется часто даже почти психическими нарушениями, то есть, возможно, у него было что-то, может быть, вроде аутизма или что-то вроде такого поражения, да, нервной системы». «Данин, ну, человек выше вырос без матери, это же, ну, у меня были на терапии такие парни, они, правда, страшно робкие до всего, ну, то есть, как будто бы им не полностью передали субъектность, вот что-то такое». «Он очень боялся критики и всячески избегал моменты оценивания своих работ и считал себя посредственностью, поэтому, собственно, и показывать было нечего, да, на суд, потому что это плохо и меня точно поругают». И вдруг в 70-м году, на удивление всех его знавших людей, ну, не эта картина «вдруг», хотя она сразу какая-то другая, и как будто бы вдруг, да, вдруг в 70-м году начинается война. Это не на удивление, конечно, что война началась франко-прусская, но он на эту войну записывается добровольцем. «Казалось бы, уж такой человек будет в самых последних рядах призванным, однако нет». И это была война, я напомню, против объединения Германии, очень французский император Наполеон III. «Он сказал, это как раз та самая маленькая победоносная война, которая закончила с полнейшим разгромом Франции». И Ридон, мало того, что очень туда захотел, он еще и проявил себя как хороший солдат. И хотя в 71-м военные действия окончились позорным миром для французов, с оккупацией некоторых ее территорий, с контрибуциями, которыми были уплачены немцам, и цели не достигнуты, то есть они, естественно, еще и в минус ушли по итогам. Еще и Французская империя, как мы помним, по ходу войны сменилась на Третью Французскую республику, которая аж до Второй мировой войны просуществовала. Но его психическое, психологическое состояние довольно сильно изменилось. И вдруг мы видим, что уж в стиле своем он точно становится смелее, появляется вот эта фантасмагория, которая вообще является предвестником абстрактного искусства, потому что мы здесь вообще ничего не можем узнать, никакого объекта определить. А для 70-го года абстракция это не то, что рано, это сверх рано. Никому даже в голову еще не приходило. Там что-то Тернер пытался, но у него и получалось. Но это были отдельные такие вспышки, такого направления, естественно, не существовало. А нуары это, наверное, следует называть, начиная, например, с падшего ангела. Его простенькие по композиции, очень мало нагруженные всякими фигурами рисуночки. Какие тяжелые каменные крылья у него, да? Прямо пластины. Да. И тема падшего ангела его в начале 70-х очень интересует. Может быть, это как-то связано с поражением Франции, потому что здесь тоже падший ангел. Угу. Ну тут крылья мощные. Угу. При этом он, как видите, не отступает от использования масла. Как в этом пейзаже на рассвете. Ну, пейзажный. Как английский таким выглядит пейзажный. Да, он на первый взгляд вроде бы чуть ли не импрессионистский, да, такой, сохраняющий беззвучность природы. Но когда мы обращаем внимание, что здесь есть человек, который идет прямо на нас из вот того скопления деревьев и облаков и солнца восходящего, мы понимаем, что там какие-то события, да, там какая-то мешанина, это может быть даже та же самая война. Да что-то похоже. И этот человек возвращается к нам, и мы видим, что он не бодр, и он даже несколько подавлен тем, что там с ним происходило. И тогда получается это чисто символический нарратив. Да, похоже на войну, на пожар какой-то. Так, что происходит? Спуск ват называется, но откуда я не могу понять. Спуск ват, голова на большая. То есть на Данте не похоже? Непонятно. Не узнаю у брата Колю. Ну и два дерева, казалось бы, тоже. Ну деревья и деревья, и довольно реалистично показаны, но как здесь расставлены акценты, какая здесь композиция, понятно, что они несколько одушевлены получаются, они какие-то пугающе корявые. И в этом лесу оказаться не хочется, одному, особенно ночью. Снова каменный ангел. Красиво. В цепях. С сиськами, с короткими ногами. И на красном, почти коммунистическом фоне. Палитра здесь соцреалистическая. Да, да, да. Как будто бы в плавильном цеху. Ну да. Обратите внимание, как решено это дерево, даже не пейзажем сложно назвать, потому что здесь нет неба, здесь нет земли, по большому счету, это все передано абстрактно. Там вон небо слева сверху. Ну а что, его справа нету? Там другие деревья. Ну а справа его нету. И здесь почему-то растут ветки с листьями, а вот здесь уже перестают. На этой части ствола. Только непонятно. Слушай, я хочу сказать, какой смелый художник. Ну, может он там одним глазом посматривал, что происходит у импрессионистов, как они вольно обращаются с натурой, как они вольно обращаются с техникой мазка, и подумал, что так уже можно, и никто его не поругает за это. Но при этом он делал совершенно не так, как импрессионисты. Ничего подобного мы не увидим. Чтобы настолько они превращали... Ну, там было, я помню, у Лузла Трека, но там были рисуночки у него, да, по сути, каких-то там актрисок. И, по-моему, это все-таки было позднее. И чтобы пейзаж превращался в просто поток цвета, да, пусть меняющегося цвета, но все равно такого я нигде не припоминаю. И потом три работы, которые мне очень сильно напоминают по колористике и по светотеням Хоппера. Столько хотел сказать. Я еще думаю, неужели ты скажешь Хоппера точно? Ну вот. Да, значит, это не... По стилю, прям по всему оно похоже на Хоппера. Да, то есть такое как бы бессодержательное нечто, да, ну просто камни. Они ничего нам не сообщают, это вообще сейчас не символизм получается. Ага. Да, ни в коем случае. И красиво это потому, что просто красиво, да, эстетично. По цвету, по тому, как падает тень, точнее падает свет и как производится тень, по композиции, может быть. То же самое с рыболовной лодкой. Прошлые камни и нынешняя вот эта лодка сообщают нам определенное какое-то настроение. Очень определенное. Не знаю, какое, не знаю, как сказать, тишина, задучивость, одиночество, что-то такое. Ну вот какое-то обнуление. Так или иначе. И скалистый пик какой-то такой же. Там Пиренеи рядом, видимо, да? Ну, рядом с Бордо определенно, да. В 74-м году его жизнь меняется круто. Это как раз когда вот эти ангел в цепях, когда вот эти появляются пейзажи, когда вот эти два дерева. Его отец умирает. Наконец-то. Здесь свобода. Да, именно так. То есть его никто, значит, уже не тормозит, никто не мешает ему. И хоть это событие в жизни все равно переживалось им как трагедия, он вдруг оживает, как-то освежается, переезжает в Париж, где и пробудет до конца своих дней. Потому что, ну, в Париже вся жизнь культурная происходит. И жить где-то в провинции довольно тягостно для художника. Особенно для художника не пожилого. Потому что если там Сезан удалился в Экс, да, там, или Моне был в каких-то там своих загородных резиденциях, ну, так им уже и лет было довольно много. И уже они давно о себе заявили, как о очень мощных мастерах. А этот художник, пусть ему и 35 лет уже, но его все еще никто не знает. Ну, или знает какой-то очень ограниченный круг лиц. И за счет вот этой смелости, которая у него наращивается после войны, после смерти отца, у него и появляются такие эксперименты. Вот зачем он на войну пошел. Я еще тогда подумал, когда ты сказал, что на войну пошел. Я подумал, он пошел за мужеством туда. Но это нужно иметь мужество, чтобы пойти на войну за мужеством. Да, если у тебя его нету, ты там на войне обнаружишь не мужество, а что-то другое. Из себя вытащишь что-то другое. Например, кишки, да? Например, да. Обнулишь, да. Обновишь, или так сказать. Обнаружишь их. Обнаружишь, да, то есть вытащишь наружу. А он, видимо, ощущая его спящие в себе, но почему-то вот никак не могущий достать, пошел на войну, скорее всего. Да, ну а дальше будут в основном символистские вещи. Ранние его. Ну, как ранние, да, ему немало лет, но все равно еще ранние. Здесь меланхолия. И надо сказать, что он очень любил классиков, графиков Дюрера. С его меланхолией, да? Да, а меланхолия Дюрера, ты правильно вспомнил, она висела у него в студии. Он ее обожал и постоянно любовался. Очень интересно, он тут работает с голубым цветом. Это он чем делает? Я не пойму, что это? Ну, как он это делает? Ну, это постель, наверное. Да, он мелками штрихует. Да, 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 точно, точно. Здорово, вот с этим голубым. Находка прям. То есть, я говорю, я тогда еще увидел, то есть он изобретатель, он художник-изобретатель. Ну, как Тарковский, я имею в виду, изобретатель в этом смысле. Да, то есть вот новый язык какой-то изобретатель. Опять голова. Да что это такое за голову большим? Да, голова отторгнутая от тела, да? Не просто обрезанная композицией. А тут даже с крыльями, и так и непонятно, что здесь изображается, потому что, ну, у нас всякие названия у нее, типа фигура, держащая голову, а, ну, голову ангела. А что это за сюжет? Откуда? Не понятно. Мне не удалось. А сон как минг у этого ангела, да? Ну, да. То есть вот классическое символистское произведение, насколько можно вообще считать работы Ридона классическими. Да, напомню, что такое символизм. Это течение, которое образовалось как раз в 70-х, и Ридон один из первых его представителей во Франции, и просуществовало примерно до Первой мировой войны. Потом еще был извод, помним, русский у символизма, но русский символизм иногда рассматривается вообще как отдельная вещь, как русский рок. Что это не совсем рок. И так же символизм. Ой, ой, ой. Поплохело мне что-то. Что? Поплохело мне резко что-то. По сути... Собственно, здесь есть пересечение между русским роком и этой картиной. Угадай, какое? Беспечный ангел. Да. Летящий вдаль. Ну, я имел в виду вообще ангел, потому что он много где-то присутствует в песнях русского рока. Слушай, а еще меня очень сильно ужасает спортивная облегающая майка этого человека. Она же не должна быть в те века. Это же он что? Наш мальчик, он что, засланец из будущего? Ну, может быть. Еще шапочка для водного пола. Вообще, что? Как это? Я не понимаю. Но она и у ангела есть эта шапочка, правда. Он из другой команды. Или вратарь. Блин. Так вот, мы смотрим... Сейчас, наверное, да, отвлечься от нее. О, отвлеклись, называется. Нормально. Да, и снова голова. И у нас фильм «Чужие», да, «Космические жокеи». Голова мученика, как назвал ее Ридон. Что же у него за этот самый, за отрезанная голова мученика постоянно? Что у него за сюжет, я не пойму. Что за... В каком мифе он живет, я пытаюсь распознать. Да, совершенно верно. Символизм — это такое течение, которое связано вплотную с мифологией, с мистикой, с эзотерикой. В атрибутах этих миров, которые в том или ином смысле фантастические или даже фэнтезийные, создаются полотна, которые нагружаются всяческими означающими, то есть знаками, символами, которые не в прямом смысле что-то передают, намеками, иносказаниями, какими-то подтекстами, на основе, конечно, насмотренности, начитанности человека, какого-то житейского опыта, потому что человек, не прошедший цивилизационные фильтры, даже цивилизационный какой-то опыт, да, минимальный, какой-нибудь Маугли, он абсолютно не разберет ничего, он этого не увидит на символистском произведении. Поэтому, чем ты более грамотен, чем ты более эрудирован, тем больше символистское произведение для тебя несет всякого такого содержания. Я хочу поговорить с тобой, не цивилизационные все-таки, а культурные. В плане, я вспоминаю всяких гастарбайтеров в Москве, которые вполне прошли цивилизационные фильтры, знают, что такое последний айфон, не знают, что есть три, но тем не менее... Да, согласен. Снова голова, но уже после казни. Что ты будешь делать? Да что же он, блин, я пытаюсь понять, что он изображает. Я что-то... Вот он мне загадки задает, а? Да, символисты очень любят загадки и тайны. Они их изображают и сами, собственно говоря, загадывают новые на основе старых. Мы сейчас много всякого такого увидим, и опять... Слушай, а это мастер Петр, по-моему, изображает. Да, похож. Ну что-то есть, большие глаза такие, черная борода. Его зовут Дух Защитника Вод. Вот, то есть его головы отрезанные, они не всегда мертвы. Вот в чем прикол. Что? Поэтому я пытаюсь понять, что же он уисует. Считается, что из-за своего такого тяжелого детства его часто преследовали неприятные сны. И вот отсюда образы. Ну, в том числе из-за некоего подсознания, приходящие ему в голову всяческие такие вот антропоморфные существа, дальше будет еще более сложнее, еще более сложно. Они как бы все время ему не давали покоя и заставляли, чтобы Ридон их помещал на вот эти свои полотна, на картонки. Поэтому можно сказать, что они в определенном смысле выстраданные. Почему я говорю, что символизм называли неоромантическим течением? Дело в том, что если мы вспомним, как появился символизм, значит, это было время засилия академизма, время, когда нужны были какие-то, ну, так скажем, какие-то веяния, какие-то действия от художников, которые бы возвращали мир к настоящей красоте, возвращали как бы искусство, как это было, например, с высоким возрождением, да, когда после затишья многовекового тоже просилась наружу, да, вот эта вот красота, которая уже так долго пряталась, как бы подавлялась в людях, да, и как бы творческий потенциал. То же самое, можно сказать, произошло когда-то с романтизмом и, соответственно, с символизмом, да, то есть это было романтическое течение, и потому что оно вытаскивало из вот этого застойной тины академизма живопись, и не только живопись, да, там я говорил, литературу, например, и театр, и потому что так же, как и в романтизме, мы видим, что пронизаны картины, ну, это не только у Ридона, может, у Ридона в меньшей степени, но они пронизаны не только всяческими тайнами, каким-то зашифрованным, да, месседжем, а еще и окутаны туманом, какой-то темнотой, создают ощущение угрозы, напряжение. Разница с романтизмом, пожалуй, принципиально здесь лишь одна, что романтизм обращается к внутреннему миру человека, то есть он передает внешнее, внешний мир, да, природу, какие-то те же самые ориенталистские бытовые сюжеты через внутреннее содержание, через чувства человека, а символизм передает в первую очередь некое абсолютное бытие, то есть он обращается к бытию и из этого бытия уже вторичным методом выделяет какие-то личностные аспекты. То есть это в этом смысле он обратен романтизму, но мы знаем, все, что противоположно, оно в определенном смысле такое же, как и противоположное ему, да, поэтому здесь и такие сходства. Дальше мы увидим, что то, что я сейчас сказал, оно подтверждается. 80-й год, значит, ему 40 лет на этом автопортрете, и в 79-м, за год до этого, он впервые выпускает альбомы со своими литографиями, они называются «В грезах», но эти альбомы остались незамеченными, только какие-то там узкие круги искусствоведов, их смогли оценить. В 80-м он женится на креолке из заморской Франции. Вот так, может быть, он себе вернул мать, кто его знает. Вот, считается, что они жили душа в душу, но у них семейная жизнь сразу же оморачилась горем, потому что умер первенец во младенческом возрасте, и начало 80-х он активно переживает. Продолжаются у него нуары, да, вот за исключением этого автопортрета. Видим летящий куб, слово опять об абстракции, которая тогда не существовала. Но полная абстракция здесь не получается, потому что угадывается на кубе глаз, и тут бюст. Да нет, мне кажется, если не абстракция, то это очень близко к ней. Да, естественно, близко. Такая символистская абстракция, потому что определенно это все что-то означает, да, он имел в виду что-то, это уж точно не абстрактный экспрессионизм, когда Буллок просто как ему вздумается в полупьяном состоянии и разбрызгивает краску, да, совершенно не то. Если даже это пишется целиком из подсознания, как автоматическое письмо того же самого Клея, которое он придумал, все равно подсознание оно тоже имеет же свойство некоего структурирования, да, и некоего наделения. Конечно, конечно, там очень четкий язык в бессознательном, знаешь, это тогда на сюрреализм еще тянет, да? Ну, на сюрреализм тоже тянет, конечно, которого, естественно, тем более не существовал. как всегда в жизни нашего мальчика еще не было. Я говорю, он засланится, как попадание. Фауст и Мефистофель. Обратите внимание, что они как на киноафише поделены. Экран, сверху один герой, снизу другой, как, что это такое? Киноафише, хотя кино и афиш еще не было. Да, да. Ну, афиши может были, но киноафиш точно не было. Слушай, правда, что это за фиг? Фак показывает? Ну, почти что. Вот так вот он сидит? Как вам, Мэр? Ну, что? Фака тогда тоже не было, я думаю. Зато был палец у Леонардо да Винчи постоянно. Ну, да. Ну, и те самые пауки, про которые ты сегодня сказал и которые у нас на обложке. Их два. Есть плачущий, есть улыбающийся паук, но улыбается он тоже пугающе. Да, но плачущий паук это опять отрезанная голова на блюде с ножками, да? Ну, да, тут действительно есть как будто бы блюдо. Он блюдо, да, и ножки, да. Что-то такое удивительное, да? Плачет при этом. Да что же это за... Блин, не пойму. Интересно, да? Когда он женился на Креулке, получается, его отрезанная голова на время превратилась в куб с глазом, а потом опять начались головы. То есть, можно предположить, что как-то связано с матерью, да? Но как, что здесь за сюжет, непонятно. мы смотрим на это из нашего культурного опыта, а мы по-другому не умеем, не можем, да? То мы вроде как бы не особо удивляемся. Ну, человек похожий на паука, да? Человек-паук эдакий. То есть, тело паука, голова почти человеческая. Ну, такое мы увидели уже миллионы раз во всяких мультфильмах, комиксах, и кино такое умеют снимать на зеленом экране, да? Но тут, извините, конец 19 века. Этого всего не было. Этого всего мы нигде на других полотнах не увидим. А только-только появляются первые фантастические произведения. И... Ой, слушай, а этот самый, интересно, а Франкенштейн Мэри Шелли уже появился? Ну, надо смотреть. Вот. И может быть, давай я загуглю. Может быть, это и под влиянием таких вот произведений, но имеется в виду, конечно, не какое-то фэнтезийное существо, которое, причудливость которого хочет показать нам Ридон, или хочет показать нам ужас этого существа, чтобы мы напугались. Скорее всего, здесь это преподается именно как некие образы подсознания, которые изображают собой нечто темное, потаенное, хранящееся в нем. И которое человеку неприятно признавать, и которое он пытается заглушить. В 1818 там этот роман вышел, первая публикация. То есть, я имею в виду, что Европа, получается, была, ну, Англия, ну, почти Европа, была, как будто бы, одержима вот этими штучками, да, одно пришить к другому, что-то такое. Ну, опять же, тут, мне кажется, это все-таки не про существо, не про, как какой-то, как вот, фэнтези, да, там, чем ты любопытнее придумаешь какого-то персонажа, да, наделишь его разными характеристиками, такими зажигательными, тем больше понравится всяким реставраторам, всяким любителям вот этих всех выдумок. Да, здесь, конечно, выдумка не на первом месте, здесь, по сути, изображается все равно что-то человеческое, что-то в нем содержащееся, потому что, ну, например, человек-кактус, очевидно, он не может никакую жизнедеятельность вести, да? Ну, очевидно, да, человек-кактус, это продолжение паука, то есть, вот его лапки, иглы, это его лапки. То есть, ну, если этот еще как-то может быть героем какого-то рассказа, да, он может ходить, он может есть, он может... Рассказывать о прошлом, когда у него было тело. Да, то человек-кактус, он просто стоит на одном месте, и он не может быть героем фэнтези. Но это все равно очень напоминает вся эта история голову профессора Доуэля. Или Айвана. Голова, отделенная от тела и живущая сама. Вот что-то такое, да, у этого нашего мальчика, отделение от тела какое-то, вот, присутствует в какой-то сюжете. Да, при этом именно головы. Да. Это эльф Калибан, явно, если у него есть имя, то из какого-то произведения. Но он тоже нам преподан, не как иллюстрация к произведению, потому что он бы тогда был слишком неточный, слишком растворенный в природе, и человек бы не вполне понимал, как выглядит этот эльф. Это более художественное, да, представление фантастического существа. Ну, а ворон уж точно имеется здесь не как существо само в себе, не как вещь себе, а опять же, как некий символ. И еще этот символ не похож на ворона, кстати говоря. Да, и если мы обратим внимание, что здесь одна створка наружу, а одна вовнутрь... точно, точно. Нет, это, смотри, то ставня, а это створка со стеклом, которая полностью закрывает окно. Ну, я почему-то подумал о некой середине, да, и он одной лапкой как бы стоит на окне, и художнику на момент рисования 42, возможно, он думал, что это как середина его жизни, и вот он, ворон. Смерти уже поджидает его, как бы напополам готов его забрать. Кризис среднего возраста на одной картинке. В 80-е, а мы сейчас именно оттуда картиночки его нуары смотрим, или как их переводят на русский язык черноты, он смелеет еще больше, потому что появляется много его альбомов, именно выпускаются, да, и толчком, пожалуй, стала выставка всех его работ в 81-м году, которая тоже прошла незаметно в целом, но он наконец-то осознал, судя по всему, что его труд, он скорее не будет высмеян, он не смехотворен, а все-таки больше страх должно вызывать безразличие, и скорее он будет без какой-то реакции оставлен, да, то есть он несколько раз показывался, и каждый раз ну говорили нормально, там, интересно, да, людей мало, продаж почти никаких, но вот этот момент, который его отпугивал, что вдруг ему скажут что-то такое, или сделают что-то такое, что он не сможет ничего больше написать, что это нанесет ему травму, он понял, что его в принципе не может быть, он не такого рода делает работы, и поэтому он стал все сильнее и сильнее налегать на кисточку, на карандаш, на тушь, и делать всяческие нуары, и все эти нуары, как мы видим, они почти все так или иначе связаны со взглядом, я вот думаю, каким словом это назвать, физиология взгляда или анатомия взгляда, или философия взгляда, что он здесь вот изучает? Я бы сказал анатомия скопического, скопического, как, ну, тут скопцы ни при чем, да? Не, не, ну, скопос, да, это вот, ну, класс, телескоп, микроскоп, да, 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 и вот смотри, у него здесь эти реснички, как те же самые лапки у паука, как те же самые иглы у, чего, у кактуса, и интересно, что внизу веревочки от этого воздушного шара, от этого глаза, как те же самые реснички, собранные в один пучок, а там опять голова, да, внизу? Ну да, называют ее, вот уж не могу точно сказать, он ли придумал, но глаз, как странный шар, направляющийся в бесконечность, то есть тут от сюрреализма, конечно, отличие принципиальное в том, что он как бы не создает новые какие-то формы, которые целиком означают нечто иное, чем все по отдельности, а он говорит, что у меня такой гибрид, как ты сказал, Франкенштейн, да, и вот Франкенштейна он и означает, не создает какую-то новую фигуру, да, потому что в сюрреализме у того же самого Дали, у него там всякого там несочетаемого намешано, но при этом там это знак чего-то там третьего, да, чего-то, что не включено в эту композицию, при этом у Ридона не так, и как мы обращаем внимание, да, его образы, они, при том, что довольно разные, всех их объединяет некий ужас, то есть фигуры либо сами ужасно выглядят, либо пугают с чего-то, да, либо пугают нас, либо и то, и то вместе, и почти везде мы видим этот взгляд, он бывает настолько акцентирован, что на картине ничего кроме глаза мы живого и не увидим, вот это прям так и называется, vision, то есть зрение или видение, просто глаз, или здесь, то есть сначала он отделял голову от тела, а потом глаз от всего остального, да, вот это так называемое, если психоанализ понимает, скопическое влечение, вот оно выражено прямо, напрямую идеально выражено, в полноте во всеми, вот подглядывание, помнишь, ты сравнил его с этим хоппером, а я тогда еще говорил, да, что у хоппера явно влечение подглядывать, влечение, да, да, вот циклоп теперь у него с этими ресничками, страшными, да, но при этом название уродливый полип плавал по берегу, этакий улыбающийся и безобразный циклоп, уродливый кто? циклоп, нет, там значит уродливый полип, полип, ну так же мы видим, что, например, в этом полипе, он обращается к кое-чему первобытному, да, к первобытному человеку, к его волосатому, такому грубому, безмозглому типу, видите, какой огромный нос, да, но это именно циклоп, то есть уже перевод кип, киклоп, это круглый глаз, или вращающийся глаз, вот он его и нарисовал, снова уже во флоре, человеческое заключено, растет, да, из растения головного, да, болотный цветок, яйцо, каин и авель, освещённый профиль, надо сказать, что по-настоящему популярным, ему суждено было весьма необычным способом, небанальнейшим стать, и довольно резко, в 84-м году опубликован был роман жюриса Карла Юисманса под названием «Наоборот», который позднее начнут называть Библией Декадента, там в течение сюжета романа, хотя по сути сюжета в классическом понимании там нет, герой рассказывает вещи, которые ему в жизни не нравятся, и какие ему нравятся, и в частности он описывает коллекцию работ изобразительного искусства, которую он у себя собрал, и вот в этой коллекции очень смачно передаются работы Ридона. Ну, и так как этот роман, вся вот эта модная молодёжь, французская, парижская, перечитывала Дадыр, естественно, они обратили внимание на то, что есть упоминания некоего художника, о котором они ни разу не слышали. И тут вдруг стали искать, спрашивать, а кто это такой, где можно посмотреть на его работы, и вот так он в первую очередь стал известен среди вот этих самых просвещённых французов. И вот его уже хотят видеть на своих выставках импрессионисты и в своих обществах, в своих местах отдыха и развлечений. И в 86-м году он принимает участие в восьмой, последней выставке импрессионистов, где свои работы, вот эти все, которые я показывал, ну, многие из них, да, ничего другого, он более импрессионистского там выставить не мог, и тем не менее он там появился. И каких-то определённое количество поклонников себе ещё заработал, а это его версия Христа. Да, да, да. То ли с полученными лапками, то ли тернольниками, то ли ресничками. Слушай, а давай пойдём тем же путём, давай попросим о нас заикнуться Евгения Пригожина. Не понял. Ну, пусть он скажет, живописная философия. А тем же, почему путём? Ну, как этот роман написал, и там помянул его. Или как группа «Рамштайн», знаешь, откуда же она появилась, да? У Дэвида Линча в «Шоссе в никуда» они начинают играть. И о них из-за этого все узнали. Ну, а кого? А кого мы ещё попросим? Лукашенко? А как мы будем просить? А это я не знаю, надо думать. Ну, у меня близкие. Это же самое сложное. Это стоит очень больших денег в этом мире. А у меня есть близкие, он поговорит. Да, в Брюсселе тоже о нём узнали. И позвала группировка, которая называлась «Общество 20», ведущих бельгийских художников. И там он тоже выставлялся. Но внутренний мир его всё ещё мрачен, как мы видим. И никакие его успехи его не обращают в новое настроение. Тут вообще он изображает дьявола, который... Вот видите, внизу «S'est le diable...» «S'est le diable...» «S'est le diable...» «Potant...» Да, не могу, я... «S'est le diable...» «А ладно, фишни...» Я не понимаю. В общем, это дьявол, который... Может быть, он держит на руках мёртвого ребёнка, да? Да, да, мёртвого ребёнка, да. Младенца, которого хочет забрать. При этом он на руках... Он его бережно так держит, да? При этом он на женщину похож. Ага, старую. Может быть, да. И такая ещё для разнообразия вам обложка. Слушай, ну не ври. Не может быть, что-то его. Это какая-то рок-баллады какие-то. Слушай, ну год правильно выставлен. Это какие-то эти самые... «Jules Desperes». Платиновый альбом какой-нибудь группы, там, я не знаю, «Iron Maiden». Ну хорошо, да, вы этого не видели. Кошмар. Пленённый пегас, я сказал, что он пленённый? По-моему, нет, не говорил. Знаете. Его за узцы схватили, да? Да, и, казалось бы, человек, который очень специфический внутренний мир имел, и ещё и представитель творческой профессии, должен как-то по-особенному выбраться из многолетнего такого десятилетия медлившегося, прям-таки с рождения кризиса, он оттуда выходит вполне житейским способом. В 89-м году у него рождается второй сын, единственный в итоге его ребёнок, который впоследствии станет тоже художником. И этот сын оказался здоровым, и, как мы уже поняли, отца пережил и доставлял ему много радости. И следующая папка называется «Период расцвета». Ну, расцвета в двух смыслах. Вы сейчас увидите. Ну, пока ещё чёрно-белый портрет Адилона, которому здесь уже 50. Седая борода, видимо, да, уже стала? Он же был тёмный. Хоть это и такой ранний или средний период его творчества, ему здесь уже 50. Да, а расцвет заключается в том, что он увлекается маслом. Маслом, пастелью, и его нуары постепенно перестают его самого интересовать. Они всё ещё появляются иногда, но лишь иногда. И теперь, видите, обратная ситуация. То глаза были взирающие, прям все эти картинки, они нам прям в душу смотрели, да, типа того, что... Нет, там же были какие-то отрезанные головы с закрытыми глазами, точно были. Ну, была там голова убитого, как-то она называлась, голова мертвеца. Типенка. Да, но в основном это всё были такие пронизывающие взгляды, которые требовали от нас какого-то ответа и пугали нас тем, что мы не можем им быть соразмерны, потому что слишком уж они такие какие-то глобальные, слишком всеобъемлющие, что даже в нас как бы содержатся. И изнутри на нас тоже смотрят. А здесь какой-то принципиальный отказ от такого взаимодействия со зрителем, потому что мы видим, что эта женщина уже с себя начинается, и в себе заканчивается, да, и как-то она вот сверху вниз вместе со своими веками опущенными как бы протекает на полотне и создаёт уже некий такой модерновый эффект, то, что мы видим. Знаешь, женщина это женщина, но прибавь ей голову и получится Аделонна. И это, в общем, тот же самый сюжет, мне кажется, что у Леонардо да Винчи одна и та же женщина изображается, которая страшно похожа на него самого. И мне кажется, в этом смысле реально он ищет свою мать, потерявшуюся. Так же, как Леонардо это делал всю свою жизнь. Было держим вот этой идеей какой-то. А у Микеланджело, помним, такая же история с приёмными родителями. А какая? Я не помню. Ну, у него была кормилица, и её муж, который был каким-то то ли скульптором, то ли смежной профессией человек, который его научил. О, а я это всё забыл, точно. То есть такая нарциссическая история. Пытается обнаружить себя в каком-то отражении, которое постоянно рисует, но это отражение изображает не только его, но и его мать постоянно. И вот и Карр снова с головой отрезанный. Облюдца. Это голова? А я не вижу, что там. А я не вижу голову. Где там что-то. Непонятно, что там. О, ниндзя. Да. Айма-нинджа, йоу. Прямо-таки комикс. Ну, это... Да, это вообще просто... Ну, прям потрясает, конечно. Ну, а дальше уже он разойдётся во всю модерновую красу. Здесь тот самый золотой, охровый, который у Климта, который у Врубеля. И вот этот яркий синий, который, например, Шагал любил. Тоже человек вне всяких измов и вне стилей находившийся. И пошли у него произведения, которые раскрывают нового совсем Ридона. И опять же, уникального, ни на кого не похожего. Прямо светится эта фигура, да? Да. Это друид. Некий. Это сито из эпоса Рамаяна индуистского. И тут не случайно вот эти восточные веяния. Дело в том, что он увлёкся. Ну, на уровне художника, конечно, увлёкся. Не глубоко проникая всякие восточные религии, восточные стили, культуры. Это не только индуизм, ещё и буддизм, японизм. Это всё мы сейчас с вами будем лицезреть. То есть, меняется он не только по технике используемой, по настроению, по манере, да? Но ещё и тематика. Его кардинально другая становится. И снова мы... Работа, она страшно напоминает вот ту первую, которую, помнишь, как абстрактную живопись. Ну да. То есть, здесь снова мы разузнаём ситу, то есть, ну, какую-то женщину. Ну, это просто... Да, который украл-то демон Равана. Там очень красивый эпос, кстати, один из самых... По-моему, в переводе Жуковского, это точно не помню. Один из самых эстетских текстов, которые я вообще когда-либо читал. Ну, я про то, что где-то может быть не сита, да? Мы понимаем, что здесь женщины. Вот. А всё остальное, ну, что это? То ли звёздное небо, то ли просто абстрактные пятнышки. Это вот, может, ты слышал, индуисты всё поют там... Рам, Рам, Сита, Рам, 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 Сита, Рам. Это как раз вот про Рома и Сита. Два влюблённых. Христос тоже у него становится более абстрактным, чем обычно. Более абстрактным и более комиксным. Такой супер Христос. Какие-то фейерверки вокруг него или что это? Из чёрных игл. Дико живописно при этом, особенно, когда обращаешь внимание на подпись Ридона в углу. Такую очень скромную, вот именно как это любят делать французы. Так изящно, как бы незаметно. Да, да, да. И Христос здесь тоже с опущенными глазами, да? Опущенными веками. И здесь, видите, закрытые глаза. Здесь открытые, здесь открытые. Хорошо. Но у нас эти глаза уже не пронизывают. Сюжет со старым рыцарем тоже опять. Опять профиль. И опять нам напоминает разные самые модерновые. Это течение. Очень похож на иллюстрации Владислава Ярко. Знаешь, такого не знаю. Но вот эти вещи, например, они, помимо названных художников, напоминают, например, ещё живопись прерафаэлитов, которые говорили о том, что Рафаэль, он, вот это его революция в живописи, да, когда он придумал такое уже почти реалистическое воздушное пространство и композиции, расставленные в правильной перспективе, что и вот эти цвета правильные, что это есть нечто такое, отжившее свой век, и что нам необходимо возвращаться к тому, что было в Высоком Возрождении или в Раннем Возрождении, более, так сказать, плоскостному, что ли. И вот они эти примеры этого. Но, конечно, совсем не похоже это ни на что другое. Другое. Ни на англичан, ни на французов, ни на тем более итальянцев, которые тогда были. Это вообще ужас. Живопись Италии 19 века. А, да, как вам. Ну, там, собственно, и новомодного ничего не было, в основном академизм. А снова Христос. Закрытыми глазами снова. И обратите внимание, здесь уже другая палитра, да, опять пастель, но с иными цветами он работает. А, и Ариридон, это, наверное, его внук, мужи. Как, так сказать? Во сколько у него второй сын родился? А, нет, это его сын, да, конечно. Да, это должен быть он. Он просто поздний. Да, 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 он поздний. Ему тут 9 лет. Ариридон. И здесь он использует в качестве фона как бы обои, но, скорее всего, таких обоев не существовало, да, с цветами. Ну, разве что сам художник так расписал у себя стены. То, что делали, например, Гоген, то, что делал Ван Гог, у них не хватит. И Климпус так же делал. Да, ну, в меньшей степени Климп, вот эти два. Да, имею в виду, вот его вот эти фоны такие, как будто бы они на плоскости. Но что Ридоно принципиально отличает? Он где-то, видите, не дописывает. Это не то, что недоделанная работа, а такой художественный выбор. У него очень много таких работ. Да, отличает Ридоно то, что это пастель, а вышеперечисленные художники... А, это пастель! ...в этой технике. А он, видишь, он, судя по всему, он как-то не любит смешивать краски, мне кажется, а он любит черкать, штриховать. Вот его, это какая-то тема. Что, кстати, немного опять роднит его с Леонардо да Винчи. Который тоже много штрихов. Он как будто бы прям реинкарнация Леонардо. Вот эта лодка нам напоминает, что он все-таки считается символистом в первую очередь. И начинал как символист. Потому что сейчас то, что мы видели, это уже сложно назвать символическими произведениями. Это больше уже какой-то пост-импрессионизм. Очень самобытный, но все равно. Да, тут нельзя сказать, что вот здесь очень много знаков на этой картине. Да, ну здесь просто красивый Христос, скорее всего. А вот в этой лодке уже можно что-то надумать. Да, конечно. Что-то сочится, тут что-то растет. Это, видимо, Богородица с ребенком плывет. А, вот ты что видишь, да? И с него падает Святой Дух, как бы, и от него растет трава, что ли, даже из воды. Ой, я вообще не так знал. А я думал, это кто-то умер Святой и переправляется, типа, на тот свет. Ну, может и так. А символизм, он, конечно, лучше, если он несколько трактовок в себе несет. Ну, или как мы, если мы можем там увидеть несколько трактовок. А еще я кое-что хочу сказать. Вот то, что мы не факт, что говорили сегодня про него, это красиво. Это прямо очень красиво. Я считаю, что он один из самых изящных вообще в истории живописцев. И он настолько изящный, что у него есть вот этот барьер, который плохо подпускает к себе или вообще не подпускает людей, которые, ну, не обладают способностью вот это или не хотят, да, разглядывать. То есть он в этом смысле очень артхаусный. Он такой сложный, какой-то неочевидный. То есть в определенном смысле навязывающий скуку, если им увлечься, да, потому что такого ничего прям яркого, ничего запоминающегося у него нет. Какой-то одной картины, ну, разве что какие-то пауки, да, но они по-другому совсем запоминаются, не из-за своих эстетических качеств. То есть он вот такой вот художник, очевидно, не для всех, но очень большой мастер. При этом, ну, это чисто французская история, да, у них много такого. Это прям вся культура французская пронизана тем, что у них как бы для ограниченного круга лиц, но, по сути, во Франции большая часть населения, это и есть люди, которые такое понимают. Это простой народ, может быть, таким. Хотя, хотя это, может быть, они сейчас выученные, потому что вот то, что мы сейчас видим на экранах, оно тогда продавалось очень плохо. Поэтому тогда французский народ все-таки был совсем не такой изощренный. Он, например, казалось бы, фантастический портрет, да, выполненный блестящим образом и выделяющийся на фоне всех остальных постимпрессионистских работ тех лет, конец 90-х. Вот это невероятно сочный, вот эти цвета, которые содержатся у нее в одежде, они повторяются на стене. Также в цветах, прическу убранных, в цветках. Или, например, смерть Будды. А где, что, в этой фигуре? А, там голова под капюшоном, вот она слева, да? Как здесь ветки выписаны, обратите внимание, они как бы прерываются. Но они действительно прерывисты. Но он, видимо, опять мелками делает, да? Похоже на то. Там ветки-то очень его. Но здесь, по-моему, и с применением масла. Не, это он втирал так сильно просто. Может быть, это, кстати, масляный муки. Бежит вот такая вещь, масляный муки. Ну и женщина, почти повторяющая ту, которая была 9 лет назад. Да, да, да. По сути, та же женщина и то же положение. Ракурс есть еще ряд работ. И тоже христообразная какая-то. И тоже андрогенная. Ну, короче говоря, я тут вижу пересечение сильное с Леонардо. И вот обрати внимание, у этих мастеров, которые не для всех, которые прям классные, такие гении, у них есть, что какую-то одну тему, там, одну композицию, одного персонажа, они постоянно повторяют эти самоповторения. Да. То же самое здесь. 99-й год. Про вот эти восточные увлечения, надо сказать, что он обнаруживает удивительные сходства между письмом, вот этим цветным, масляным, пастелью, и волшебством этих далеких от Франции миров. То есть он говорит, что, даже вот тут есть цитата, я понял, что лента жизни дарит нам не только печаль, но и радость. Поэтому изображать исключительно нуары, которые пугают, да, которые нас вгоняют в такую вот тревогу, это не совсем честно. Отсюда и появилась у него красочная гамма, почти античные образы, которые местами идеализированы, всякие морские обитатели, цветы, женщины, абстрактные фоны и абстрактная природа. И он раскрылся во многом благодаря тому, что увидел в восточных рассказах, да, в восточных предметах изобразительного искусства, вот это единение. Единение чего-то бесформенного, да, как вот, например, у Ситы, да, единение формы, то есть есть персонаж, есть героиня, и бесформенных миров, где она каким-то образом обитает, где она каким-то образом действует. Этого нет в западной культуре, естественно, которая очень рационалистична и упорядочена. И благодаря этому открытию, конечно, Ридон и появился вот такой уже новый, да, второй Ридон. Ну и осталось просто посмотреть на замечательные произведения, которые у него сделаны в последний период жизни, хотя ничего значительного такого поворотного там уже по биографию у него не происходит, но, пожалуй, лучшее, что он сделал, лучшее, что он написал, оно уже в 20 веке было. Здесь Пегас. Какой мощь. Это Орфей, лежащий, у которого голова прямо в Орфе. Это же как раз Орфе, а женщины разорвали, вакханки. Голову мы оторвали. И я, если не ошибаюсь, у Моро, которые мы уже проходили, тоже был Орфей, заключенный в Орфу. Ну, какой-то музыкальный инструмент. Просто то, что заключен, не помню. Это не Орфа, наверное, все-таки. Да не понятно. По масштабу не очень понятно, да. И надо сказать, что востребован, он становится в создании декоративных панно для частных домов и замков. И одно из таких, это то, что вы сейчас видите, панель в столовой, деревья на желтом фоне. А другое я покажу. То есть, плюс-минус, более-менее он мог себя уже обеспечивать, вроде бы. И в 03-м году он был награжден Орденом Почетного Легиона, даже. А Орден Почетного Легиона – это высший французский орден за заслуги. Но все равно он продолжал жить бедно, потому что за все вот эти годы, когда у него появлялись дети, когда он женился, когда всякие были его поиски и в черно-белой области, и в цветной области, он ничего не мог толком заработать. И он влез в огромные кредиты, и когда у него вдруг там в нулевых подскочила популярность в 10-х годах, он, по сути, просто отдавал деньги тем, кому был должен, и в том же самом достатке и оставался. Если Орфей такой, то Офелия такая. Офелия среди цветов. Тоже обратите внимание, где-то он подробен. Она же пела что-то про полевые цветы перед смертью, и потом, собирая их, зашла в воду, вот, видимо, это она, и утонула. Ну, дескать, якобы. Я такого ни у кого не помню, чтобы на одном полотне были одновременно прописаны участки и одновременно затуманены. Размытые. Ну да, и в том же, тут есть штриховочная пастель внизу, да, или вот здесь где-то сбоку, а есть штрихи там и в другую сторону, и есть совсем, видите, здесь почти без штрихов он обходится в цветах. То есть, на мой взгляд, я, конечно, не профессионал, ничего не рисую и не пишу, это как-то очень сложно сочетать. Он чаще всего смотрится с совмещением несовместимого. А я гляну сейчас, у меня есть идея, что у кого-то, у кое-кого еще есть. Сейчас я гляну. Очень легко скатиться в то, что композиция разрушится из-за вот этого несоответствия, но у Ридона такого не происходит. Есть еще Офелия, более простенькая, но здесь она решена, интересно, тем, что как бы ее хочется на 90 градусов повернуть вправо, да, как будто бы она не лежит, все-таки, а стоит. И, хотя имеется в виду, что она в воде плывет, но сама композиция, вот не могу объяснить, почему, как бы просится вот такого поворота. Я вот нашел у себя книгу, подаренную Никитой Рудешкой, Уильям Тернер, и мне кажется, что у него есть такое что-то. Ну да, у Тернера, наверное, даже можно не искать, у него точно. Будет? Представил, но особо не вижу, но я помню, что что-то было у Тернера, похоже. Да, 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 там вот поезд, когда едет. А, ну вот, ну тут, конечно, я так сейчас покажу. Ну вот тут корабль плывет, и вот тут такой корабль прописан, все остальное размазано. Да, у Тернера, конечно, это было, но по-другому, естественно. Угу. Вот, к слову, о японизме цветы в японской вазе. Да. Мадам Фонтен. Рука правая, у нее как будто бы остался чертеж. Как в начале делается, карандашом, да, поверх. Да, и как будто бы просто холст или бумага осталась, просто не стал он зарисовывать, потому что на том месте все равно будет цвет руки. Ну да. Ну, короче, он какой-то предельно новаторский, да, предельно прогрессивный какой-то, невероятно интересный, и вот прям жутко обидно, что его... Вот, например, мне жутко обидно, что я его не знал до этого, обалдеть. Есть совсем другой натюрморт, не похожий на все это, перец и лимон, но не показать я его не могу, потому что мне он дико нравится. Абсолютно не похож вообще, ни на что, что мы видели сегодня до этого. Посмотрите, как это сочно. Да, да. Прямо хочется откусить. А что, лимон или перец? Нет, перец, перец. Единственный портрет художника, который я у него нашел, это Гоген. Ух ты! Ну, вот это Тернер, да? Это Тернер, да. Очень похоже, но... Но он бы не оставил чертежных людей, конечно, и Парус. Да, да, да. А фон чисто Тернеровский. С его вот этим хаосом цветов, хаосом линий и непонятностью, где тут горизонт. Ну, хотя его можно разглядеть, но вот так оно все. Вообще нереалистично. Надо сказать, что вот я думал насчет символизма. Как так получилось, что он вдруг параллельно существовал импрессионизму, параллельно реализму. Почему он не был после чего-то и перед чем-то? Почему он какой-то своей жизнью жил? И вдруг я понял, что символизм это, наверное, единственный изм, ну или почти единственный. Может, еще какие-то сейчас вспомните. Или ты вспомнишь. Для которого не принципиально в какой форме он содержится. Он может в разных формах. Для него важно содержание. Да, то есть нагруженность вот этими знаками, нагруженность тайнами, нагруженность тревожностью, напряжением некоторым, нагруженность мифологическими какими-то существами, сюжетами. При этом это может быть как, например, у Моро, у Гюстава. В реалистической технике, в реалистической эстетике решено, когда мы видим, да, конкретный человек, там, или конкретный ангел, там, или какой-то грифон. Вот у него лапы, вот у него крылья, вот гора, вот линия горизонта. Все это как в жизни, да, то есть реализм такой. Ну, конечно, это никогда не называют реализмом, но это реалистическая техника. Потом, Врубель. То есть от Моро через, например, Врубеля, у которого вообще-то модерн, да, тоже символизм, но он в узорах, он в этих декорациях, в этих... Просто ты Моро назвал реализмом, ты можешь назвать натурализмом, чтобы было... Ну, может быть, да, натурализм. А у Врубеля, я сказал модерн. У Ридона сегодняшнего местами вообще абстракционизм, да, или постимпрессионизм, ну, как-то так напополам, а где-то даже на сюрреализм похоже. Но все еще это остается символизмом, потому что есть вот это вот наличие, да, целого комплекса признаков, которые этот стиль так определяет. Ну, и получается, что в этом плане символизм, он такой вот странный, что для него... Вот, например, для абстракционизма, естественно, важна форма. То есть абстракционизм должен состоять из квадратиков, из кружочков, и неважно, какого они цвета, какие они по композиции, но если этого не будет, это не будет абстракционизм, да. Для футуризма важно, чтобы там были какие-то там, какие-то линии резкие, какое-то такое бурное движение, какой-то научно-технический прогресс, там или какие-то плакатные элементы. Это опять же про форму. Да, то есть в другой форме, ну, например, что мы видели там в футуризме, какой-нибудь там война, там, помните, там что-то балканская война была у Северини, или там поезд какой-нибудь едет. Если поезд будет ехать, как у Тернера, это, извините, уже не будет. Футуризмом это будет, там, Тернеризмом, это будет протоимпрессионизмом, или там реализмом, каковым был Тернер, да. То есть предмет или работа с композицией никак не обуславливают этот самый стиль, а в символизме обуславливают. И при этом он может быть самым разным, да. И, ну мы тут реалистического я не покажу, потому что не было у Родена, но мы это видели натуралистическое, у того же самого Мару, у Пивиде Шавана, например, это есть, у Беклина, у Беклина это Арнольд Беклин, швейцарский символист, тоже очень известный, у него тоже такое есть. Вот. Поэтому то же самое, наверное, и с литературой, и с музыкой, да. Символизм это скорее область определенного характера, да, определенного средоточения содержательных элементов, а никак не формальных, никак не структурообразующих. У Верлена, у Артюра Рэмбоа, у Малармея, или, например, в музыке у Дебюси. Так я вам всех важнейших символистов сейчас или ранее в течение нашей лекции перечислил. Ну, если хотите, называйте это лекцией. Мне больше нравится видеоэфир. Это Ева. Ну, здесь уже мы о символизме не будем говорить, да, потому что картины довольно просты, поэтому, то есть, мало здесь всяких элементов, тут не может быть никаких символов, чаще всего, да. Ну, за исключением, там, например, вот как здесь. Будда. Опять то дерево, под которым он умирал, да? Угу. Вроде бы то самое. Ну, а так, чаще всего уже просто пошла красивость, ну, скорее, что-то модерновое уже, ну, не считая вот этой лодки, скорее уже Ридон модерновый, но, опять же, мы видим, он постоянно меняется в течение года, самые разные работы выходят, поэтому он не придерживается чего-то, он придерживается из себя. А тут любопытна эта картина тем, что называется «Зеленый всадник» и напоминает нам о том, что была такая группировка «Синий всадник», мы уже и Кандинского, и Марка, и Клея прошли, которые в эту группировочку входили, но она позднее появилась. И надо сказать, что есть некоторые пересечения, и Ридон снова опередил всех. мы помним, что в «Синем всаднике» картины были с поражающей воображением цветностью, неестественной, прямо-таки дикой фавистской, ну, практически то же самое мы сейчас с вами и видим, но гораздо раньше на картине Роден, Ридона, простите, Роден, не путайте, Роден, это совсем другой человек, тоже имеющий славу большого французского художника. Да. Откуда у него вдруг... У него голова от тела не была отделена. Он ни в коем случае, да. Откуда вдруг берутся множественные натюрморты с цветами? Ну, я показал всего второй, но в интернете их полно. Дело в том, что так как он был человеком уже кое-что познавшим в экономике искусства, вдруг обратил внимание, не мог не обратить внимание, что его более такие, что ли, подходящие для декорации частных домов, для того, чтобы быть расположенными и радовать глаз простых парижан, картины лучше продаются. И более всего именно натюрморты с цветами. Вот, я хотел сказать про то, что публика была не особо как-то утонченная, да, и мы это понимаем по тому, что он не гнушался зарабатывать и делал он это прежде всего создавая такие работы, которые мало что от Ридона содержат, но все равно он здесь уснается. Все равно его не спутаешь, на мой вкус. Ну, а какие-то портреты у решительных граждан все-таки тоже были. Виолетт Хейман, я думаю, сделан он на заказ. Так же, как Афелия, да? Прямо Афелия. Она после этой картины неизвестная судьба утонула, умерла не? Я уверен, что она умерла. И здесь, я тоже в этом уверен. И здесь, как у Климта, мы уже видим прям такие потоки, да, почти орнаментальные потоки живописных форм, где-то это узнаваемые цветы, листья, или даже колосья, а где-то просто красота, просто красивые формы, которые окутывают совсем по-другому написанную даму. А стул у нее, кресло снова как будто бы чертежное. Да, его как-то по-другому и не изобразишь вроде в этом моменте. да. как бы, панцирь черепашки ниндзя. Но это же надо догадаться. она Леонардо. Нас на стул злотрек этим восхищал. Мы помним, да. Чем этим? Сдержанностью там, где не нужно писать. Минимализмом? Он не пишет. Ну да, вот этой чертежностью, набросочностью. Гелиос, наверное, да? Нет? Нет, Аполлон. А, Аполлон, это же на Большом театре, он такой же с этими конями. В какой-то момент, даже чтобы отдать долги под нажимом кредиторов, он реализовал поместье его родителей это дом детства, который был очень дорог для него, надо, ну шутка ли, он каждое лето практически проводил там и вспоминал свои одинокие годы без родителей и например, он любил тамошнюю природу, говорил, что какое счастье читать в тихой комнате у распахнутого окна, за которым простирается лес. Как мы понимаем, он был закоренелым, закостенелым меланхоликом, но тут ему пришлось оторвать от сердца, но и этих денег не хватило на то, чтобы покрыть прям таки все долги. Так он выглядит в последние годы своей жизни, ему здесь уже 70. Создается впечатление, будто из-за своего грандиозного таланта, который он явно реализовал в полной мере, он остальные вещи, прагматические, заботу об экономике просто не умел реализовать. Да, вроде как жена ему помогала в этих всех делах, но она сама особо ничего не смыслила. она креолка, от нее ждать. И да, он там выставлялся один раз на осеннем салоне, ну как минимум один, я про другие не знаю. В 13-м году даже на международной выставке в Нью-Йорке были его работы, и даже у него появился такой друг и биограф намного летом младше Андре Мелерьё, который там говорил, что вы там лучший художник из ныне здравствующих и обеспечил ему еще один скачок популярности, опубликовав каталоги его, один каталог его афортов и литографий, который очень хорошо продавался. Но ему уже и много лет было к тому моменту, и все-таки это были заработки, которые единично происходили, и конечно до уровня Моне, Клода Моне в плане доходов, он и близко не дорос, ну а кто дорос? Таких художников можно было по пальцам пересчитать, но среди тех, которые сейчас имеют вес, да, я не говорю сейчас про всяких салонных художников, про академистов, которые писали то, что нужно было людям, знали, что хорошо продается, которые по сути были менеджерами, такими классными маркетологами даже, наверное. Ну вот эти бабочки еще можно было куда-то пристроить, в гостиную продать по хорошей цене, потому что сюжетец незатейливый, красиво, а тайну с почти экспрессионистским лицом, почти мунковским, да, зеленым. Да. Ты попробуй кому-нибудь сучить, хотя она гораздо лучше и интереснее, чем эти бабочки. Да, блин, если честно, она гораздо интереснее, чем мунк, даже. Ну, может быть. Он настолько крутой, ну, прям я смотрю на него и думаю, ну, как так, вот бывает, да, вот проскользнул где-то, никто не заметил и все, а он великий гений, да елки-палки. Ну, я говорил, да, один из самых недооцененных художников, его прям должна знать каждая собака, я считаю. И вообще, просто ужас. Цветы в черной вазе, тут необычная композиция, Витя, и цвет, палитра цветовая, совсем не натюрмортная. Найдите мне второй такой натюрморт. А самая известная его работа в жанре настенной живописи, в жанре панно, это его десятых годов труд для библиотеки аббатства фон Фруат. Сейчас его видите на своих экранах, это ночь. какая именно ночь, не могу я подсказать. Это ночь либо японская, либо толкиеновская. Это хоббиты. Ну, влияние японизма здесь, конечно, высокое, что говорить. Такая же плоскостность, где размеры объектов объясняются не перспективой, а важностью для сюжета. Ну, а это уже почти сексуализированное произведение. Упс. Потому что мы видим отверстие, мы видим два пальца на губах. Голое тело. Плотно сомкнутое. Да, но имел в виду он безмолвие, ну, точнее, назвал так эту картину. Парсифаль. Рыцарь из Артуриана. Сэр Парсифаль. Что можно сказать о его характере напоследок, перед тем, как я объявлю о том, что он умер? Ну, как вы уже поняли, помимо всего меланхолического, всего даже флегматического местами, он был еще очень верным другом и порядочным семьянином и человеком, который обожал больше всего на свете искусство, причем не только свое там или изобразительное, но и музыку, постоянно посещал концертные залы и литературу, очень много читал, ну и естественными науками считается, тоже увлекался, так, в частности, один из учителей его был, это вообще биолог, который ему рассказывал об устройстве человеческого тела, особенностях организма, которые важны были ему для понимания как художнику, ну и тоже он с ним завел дружбу и осталось всего три работы нам с вами увидеть, это ракушка, наверное, самая красивая ракушка, которую я видел в своей жизни, и она тоже дико эротична, мне меня восторгают здесь контур вот этот, который вроде бы непрофессиональный, да, не должно быть, не, но в модернизме такие есть контуру, живопись модернистской, на то она и модернистская живопись, муха, муха, и казалось бы, он должен быть повторен здесь, во внутренних ее вот этих изгибах, он был бы некрасив уже тогда, ну, это было бы логично с точки зрения натурализма, да, если здесь контур, тогда и здесь должен быть, но, ты заметил верно, но до 2014 года непонятно, когда точно был написан этот циклоп, он тоже довольно известный, вернулся, потому что одноглазый и какой-то, и видите, здесь, как у Климта, женщина, там у него люди, помните, когда они целуются, они плавно в орнамент перетекают, также и здесь женщина, она растворяется в этой самой орнаментальной природе, она не столь орнаментальная, сколько какая-то такая, ковровая, что ли, какая-то вязаная, цветочная, вихреватая, но, тем не менее, суть та же самая. Ну, и последняя его работа, это ваза с цветами, которая, очевидно, тоже сделана для заработка, и 6 июля, собственно, поэтому на этой неделе выходит это видео, он умер, это был 16-й год, ему 76, в Париже, и почти, кстати, до самой смерти он вел дневник с 27 лет, который назвал себе самому, оттуда много информации черпается о его мироустройстве, а в конце жизни он в нем писал, что доволен всем и спокоен перед встречей с неизбежным, хотя были у него волнения, в 14-м году его сын пошел на фронт, и есть версия, что очень сильно и переживания подорвали здоровье Ридона и совсем свели его в могилу. Ну и что же, сейчас рассматривается он как один из редких авторов, который сохранил свою самостоятельность в эпоху засилия импрессионизма, а затем неоимпрессионизма, постимпрессионизма и некоторых других измов, как тот же самый Клеев позднее, который столь же был суверенен, но про Ридона стоит говорить наверное чаще и восторженнее, чем про Пауля, а почему вы уже поняли в ходе нашего сегодняшнего эфира. Ну и пора нам переходить к выводам. Да, чем про Пауля и чем про него вообще говорят, потому что я тебе прям очень благодарен за то, что ты его воскресил что ли или породил для меня лично. Я обалдел. Я так впечатлен, я не ожидал конечно такого взрыва. Обалдеть просто. Ну а касаемо его если с психоаналитической точки зрения к нему подойти, что-то у меня такой вывод, что мать уйдя от него не дала ему пола как будто бы не утвердила его не засвидетельствовала что он мужского пола и он что-то такое вот искал искал всю жизнь и свой эротизм при этом сублимировал сублимировал в искусстве. В этом смысле неизвестно что было бы с ним если бы мать не ушла в смысле не отказалась бы от него в смысле что было бы в искусстве вообще было бы оно или нет не знаю. Ну и раз мы затронули тему полов тему женского тему матерей то нам наверное уже пора и перейти к третьей женщине в цикле подписанной философии. Да, но нам же надо придумать название. Ага. И мы должны сейчас придумать название как ты сказал. Я впечатлен что для меня вот эта вот женщина моя любимая которая будет у нас в следующий раз прям померкла. Вот мне настолько сейчас неинтересно с нею я просто ну как сказать я оглушен можно сказать оглушен или ослеплен вот этим сегодняшним. Так, ну мы сказали про то что он брошенка как это называется какое слово там есть сирота потеряшка ну да и сирота брошенный ребенок брошенный сын потом меланхолик флегматик да 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 обязательно подглядыватель скопический а вот эти глаза конечно же нам нужны глаза когда нам нужно открыть папку голова отрезанная голова еще вот это вот это да отрезанные головы даже отрезанные глаза да 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 интересно правда вот эти головы отрезанные с паучьими лапками они правда выглядят как отдельные отделенные глаза то есть голова как глаз даже яйцо у него ожило то есть впечатление такое что он изображая что-то вот это вот что-то даже невозможно ну пока что трудно затруднительно по крайней мере произнести что он изображает он как будто бы рисует свое отражение в которое вглядывается такое ощущение ну это как смотрение в бездну да которое отвечает тебе тем отвечает тебе тем же да и он всматривается в бездну себя кстати помнишь откуда это потому что все думают что это чисто из нитши да вот это всматривается это же Гоя по-моему не а я еще кстати говоря Гоя кстати хотел сказать что наш сегодняшний мальчик очень меня Гои еще напомнил ну он да он там даже посвящал Гои серию своих афортов не у Гои было что сон разума рождает чудовищ и это фраза которая очень актуальна для Ридона потому что он же со снами работает с подсознательным афишка с бездной она же из конкретного греческого мифа когда Эдип якобы отгадал загадку то Сфинкс что сказала она говорит я бросаюсь в бездну которая есть выражение твоей души и бросилась в бездну после этого после этого да постепенно в течение всей пьесы Сафокла Эдип царь вглядывается 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 в ту бездну в которую мы все говорят не вглядывайся и разглядел там себя и после этого себя ослепляет а Терри слепой провидец который приходит к нему еще в начале он говорит не вглядывайся он говорит ты слепец то есть слепой провидец зрячему царю говорит ты слепец и видимо в конце он по-настоящему прозревает увидев себя настоящего вот что-то такое какой-то здесь сюжет я ну как сказать слышу скорее не вижу а слышу его картину сегодняшнюю тогда Эдипов что-то такое можно вообще переделать Эдипов комплекс на какой-то другой комплекс не существующий типа скопов как вот скопа с глаз скопов комплекс но это непонятно что будет радонов комплекс короче тут надо подумать сразу сложно ну и переходим к следующей нашей тети великой любимой тети конечно хотя сейчас я настолько как бы я даже не могу понять как ее можно любить после такого я обалдел да сегодня не так Продолжение следует...